Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость для любителей пернатых. Дело в том, что гусей завезли на продажу в магазин. Завезли как гуся, так и супер гуся. Причем меня, честно говоря, больше всего умиляет факт того, что многие считают, что гусь это именно машина с приставкой EXP. Вообще, по факту, ребят, изначально гусь в игре был один. Это был просто вот этот вот седьмого уровня премтанчик М6А2Е1, который можно было купить в дереве исследования Соединенных Штатов прям в любой момент, как сейчас некоторые машинки там еще стоят на продаже. Его потом оттуда убрали, точно так же, как и Левчика. И уже потом, через определенное время, где-то через годик или через два, появился супер гусь, а именно М6А2Е1 EXP. Итак, ребят, вот сейчас вам предлагают купить две этих машины за 7500 голды. И я, честно говоря, не знаю, что вам сказать по данному предложению. В любом случае, на моем канале есть обзор на гуся обычного. По ссылочке в конце видео перейдете, посмотрите. Возможно, заинтересует, возможно, нет. Я же скажу свое скромное мнение. Ребят, ну, для восьмого уровня 5000, согласитесь, цена нормальная. Вопрос только заключается в том, насколько он будет лучше или хуже того же Левы. Я, честно говоря, не хочу разменивать свою копилку и тратить даже 5000 на то, чтобы купить старшего брата обычного гусика. Возможно, кому-то будет интересна покупка непосредственно самого гуся. Но в целом машинки, они во многом похожи. Они похожи по стилю бронирования, они похожи по стилю играбельности. Ну, короче говоря, это вот действительно младший и старший брат. Один чуть больше, второй чуть меньше. Теперь давайте будем смотреть, почему я не хочу брать себе супер гуся. Я буду заценивать исключительно сейчас орудие. Урон в минуту 1700 единиц. Базовый, да, его там можно улучшить за счет открытия оборудки, там всяких плюшек и так далее. Но все равно, ребят, 1700 неполных, как бы уныло. И время перезарядки в 14,5 секунд, согласитесь, как бы много. Средний урон в 400 альфы, да, окей. Но, ребят, не при такой перезарядке. Все-таки немножко перебор. Время сведения просто безбожное 6,2. Разброс на 100 метров еще нормальный, но все же, ребят, время сведения будет решать довольно серьезно вам в бою. Что касается его, ну, характеристик остальных, я не буду особо там как-то заморачиваться над более углубленным изучением данной машины. Просто мне самих характеристик орудия для 8 уровня уже достаточно для того, чтобы принять решение не разменивать свою копилку. Есть машины куда получше. Да, я понимаю, не за 5000, да, будут там за 7,5, за 8. Но мне кажется, лучше за 8 купить что-то стоящее, чем вот этот гусь, простите, супер гусь за пятерку. Ну и если вас интересует мое мнение, рекомендую вам присмотреться к Леве. В пределах данного видео я сделаю ссылочку на Леву, на то, как он играется, как он фармит. Возможно, он вас заинтересует больше. Дело в том, что он дороже всего на 500 голды, но мне почему-то кажется, что по играбельности он существенно лучше, чем данная машина. Хотя бы исходя из технических характеристик по орудию. Ребят, у кого есть супер гусь, и вы со мной не согласны, напишите в комментариях. Другим ребятам эта инфа будет полезна. Что же касается обычного гуся. Обзорчик на канале у меня есть. Я сейчас сделаю одну каточку. Попытаюсь максимально сконцентрироваться на бою. Не буду там давать комментарии по его подвижности и так далее. Скорее всего, буду делать это в плюс-минус какой-то тишине. Хотя больше чем уверен, что какого-то супер навороченного боя на гусе не получится в любом случае. Все же машинка довольно существенно морально устарела. Я говорю часто о том, что морально устаревшая машина какая-то, допустим, тот же самый Лев или там ИС-6. Но вот гусь все-таки гораздо больше устарел, как мне кажется. Возможно, я не прав. Сейчас будем поглядеть. Так, ну тяжик составляет компанию это хорошо, но мне почему-то кажется, что если все три тяжа ринутся на эту сторону, то особо хороших результатов ждать нам не придется. А, еще к нам ПТшечка подтянулась. Окей. Так, ну первый шот удался, а это уже хорошо. Время перезарядки, честно говоря, у гуся на сегодняшний день уже очень сильно подшатывает. Ну вот прям совсем-совсем неприятное. Ну да, крушитель засранец еще тот. Этот-то брат точно закинуть может жестко. Так, надо что-то делать, надо что-то делать ради победы. Так, сейчас повезло, это уже хорошо. Броня отыграла. Так, к нам потихоньку в тыл заходят, и мне эта идея вот прям совсем не нравится. Я так понимаю, что сейчас мы начнем отхватывать жестко. Потому что заедут в хорму, и если в корму к нам заедут, а уже ребята сюда прут, то, соответственно, разбирать будут... Ну вот, уже пошли прилеты. Так, добирайте шкоду, чтобы она нам тут малину не портила. Меня выцелить не получилось. Да, не успели мы, конечно, продавить. Что очень обидно, углов склонения не хватает, чтобы забрать шкоду. Положиться больше не на кого. Короче говоря, ребят, однозначный жесткий слив. Но вот в этом и есть проблема гусям, что с кормы и с бортов его просто разбирают, как кусок ваты. Ну вот, ни для кого он не страшен абсолютно, тем более, что туша большая, а значит, особо и выцеливать не приходится. Как вы видите, вон в борта довольно не кисло пробили. Пробивали в корму. Я сейчас не могу этого показать, не видно. Но поверьте, там в корме отверстий тоже достаточное количество. Короче говоря, ребят, вот с мордой лица танчик танкует довольно неплохо. Что же касается всего остального, ну, я бы сказал, что машинка все-таки на сегодняшний день уже унылая. Ей очень сильно не хватает КД. И вот теперь представьте себе, что если в этом конкретно танчике КД не хватает на седьмом уровне, то насколько вы уныло себя будете чувствовать на супер гусец, его КД пускай в 14 секунд, если вы его там поулучшаете до максимума всякого рода ништячками и плюшками. Досматриваем бой, выходим, смотрим результаты, ну и, соответственно, краткое резюме. Итак, друзья мои, результаты боя. 1580 единиц нанесенного урона. Это максимум того, что я смог выдавить даже не знаю из себя или из гуся. Что касается фарма на данной машине, ну, как бы за поражение особо много не дадут. 13 900. Ну, будем считать 14 000 серебром. За поражение с вот такой вот успешностью. Первое место в команде по урону. Я думаю, что если бы хотя бы вот эти двое ребят сделали чуть больше, ну, соответственно, у нас были бы шансы и победить. А так, получается, зашли в корму, ну и, соответственно, всех нас раздолбали. Мы же быстро продавить направление не смогли. Теперь давайте быстренько и кратенько по предложению. Я вам скажу так, почему мне не нравится предложение на две этих машины. По одной простой причине, потому что вы берете себе тупо две одинаковых машины по геймплею. Это однозначно. Причем одна из них будет еще более унылая, чем вторая. И это, ребят, будет восьмерка. Потому что с ее техническими характеристиками особо в бой, ну, как бы не попрешься. Просто машинка не сильно на это способна. И мне почему-то кажется, что бороться с супергусем будут ровно таким же образом, как и с обычным гусем. И при вашем КД в 14 секунд особо противопоставить этому вы ничего не сможете. Но не сможете вы постоянно ко всем мордой стоять. Поэтому, ребятки, покупать или не покупать, исключительно решение за вами. Покупать за 7,5 комплектом, по моему скромному мнению, все равно, что покупать два одинаковых автомобиля, исключительно с разницей в годах выпуска и, может, там, наличием электростеклоподъемника у одного, а у второго их отсутствие. Вот как-то приблизительно так. Что касается обычного гуся, ну, танчик уже такой, знаете, больше превратился просто в коллекцию и в дань уважения, чем в машину, на которой можно на седьмом уровне, там, нагибать и хорошенько фармить. Это было мое субъективное мнение по поводу вот этого конкретно предложения в магазине. Если вы с ним не согласны, пишите в комментариях, если вас интересуют абсолютно честные обзоры, такие, как сейчас был просто честный бой, заехал, как сыграл, так сыграл, и так он будет играться в руках среднестатистического танкиста однозначно, в таких руках, как у меня. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Я делюсь всей новой информацией максимально быстро и никогда никого не обманываю и обманывать не собираюсь на своих обзорах и стримах. Всем всего хорошего, всех благ, мира вам и спокойствия.